Как установить крипто кошельки? Сегодня будет максимально практичное и понятное видео, пошаговая инструкция, как установить кошелек, какой кошелек лучше выбрать, какие преимущества, какие недостатки и самое главное, как установить это безопасно и обезопасить себя в будущем от мошенников. Смотрите видео до конца, в конце видео я скажу, какие кошельки устанавливать не надо, чтобы ваши деньги не пропали, чтобы к вам не залезли мошенники и ваши сбережения остались в безопасности. Существует два типа кошельков, децентрализованный кошелек и централизованный, или кошелек, где есть Custodian и где Custodian нет. Custodian такое сложное красивое имя, но по факту Custodian означает, что есть какое-то третье лицо, допустим посреднее, которое обеспечивает безопасность или которое делает транзакции за вас. То есть если мы поговорим про классический Custodian, это банковский клерк, то есть мы даем ему свои деньги, он вбивает в компьютере и деньги улетают. Это Custodian. Когда мы говорим о крипте, то весь смысл крипты создания в том, чтобы убрать посредник. Поэтому мы должны обращать внимание только на децентрализованные кошельки. Итак, давайте посмотрим на рейтинг кошельков, который сейчас используют пользователи во всем мире. На экране вы видите следующую табличку популярности кошельков. Чем ближе справа и выше находится кошелек, тем он более популярен, более удобен, у него лучшие отзывы и с ним приятно работать. Лидером, как вы видите, является Coinbase. Вот этот квадратик с буквой C или S по центру. Следующий идет всем известный нам Metamask, старейший игрок на этой бирже. Потом у нас есть Exodus, Trust Wallet и остальные кошельки. Я лично использую три кошелька. Я использую Metamask, это мой любимый кошелек. Я использую Coinbase, он быстрый и удобный. И также я использую Trust Wallet, когда нужен телефон, когда нет под рукой компьютера, когда нужно сделать какие-то платежи или что-то, кинуть куда-то деньги, получить деньги или отправить их на стейкинг. Давайте поговорим, чем отличается не кастодиальный или децентрализованный кошелек от кастодиального или централизованного кошелька. Первое отличие – это у кого находится ключ. Что такое ключ? Ключ – это отмычка к вашим деньгам. Когда мы говорим про децентрализованный кошелек, этот ключ лежит у вас в кармане. Все. Никого больше нет. Ни один пользователь в мире без вашего ведома не попадет ваш кошелек. Когда мы говорим про централизованный кошелек в бирже Binance, то ключ лежит у кого-то. Он лежит где-то в Binance. Соответственно, теоретически, есть у другого лица доступ к вашему кошельку. Второе различие – это тип транзакций. Когда мы используем децентрализованный кошелек, то все транзакции проходят сразу в ботчине. То есть они записываются сразу же в бухгалтерии. Когда мы говорим про централизованный кошелек, то транзакции проходят не сразу. Они могут пройти попозже. Допустим, там вечером, через час, через сутки. Они не отражаются сразу. Если вы хотите проверить ушли ваши деньги, пришли ваши деньги, то в децентрализованном кошельке это видно напрямую в ботчине. Третье – это безопасность. Как мы уже говорили, когда ключ находится только у вас или это холодный кошелек, то безопасность максимальная. Только наличие вот этой сид-фразы, сид-фраза таких слов дает доступ к вашему кошельку. Если сид-фразы сохраняются надежно, никто не получит доступ к вашим деньгам. Если мы говорим про биржи, про централизованные кошельки, то хакеры могут туда залезть, могут угнать ваши деньги, и потом надо будет их возвращать, а это целая процедура. Четвертое – это возможность копирования и восстановления. В децентрализованном кошельке, если вы потеряли вашу фразу, если вы потеряли ваш ключ, то это исчезает навсегда. Никто никогда восстановить это не сможет. Что касается централизованной биржи, Binance или другие, то если вы потеряете ваш ключ, вы обращаетесь в поддержку, проходите процедуру QI-C, вас спрашивают фамилию, какие-то кодовые слова, и вы потом получаете доступ к вашему кошельку. Пятое – и очень немаловажное – с децентрализованными кошельками можно работать офлайн. То есть вам не нужен интернет для этого. Допустим, если вы хотите отправить деньги с Binance, а интернета под рукой нет или он слабый, то деньги отправить не получится. Децентрализованные кошельки поддерживают функцию платежей оффлайн. То есть после того, как вы все сделаете, подключаете потом к интернету, все это мгновенно отражается в блокчейне. Для этого интернет не нужен. И шестое – немаловажное. Когда мы говорим о перспективах на будущем, то децентрализованные кошельки, они, конечно, выиграют. У них максимальная гибкость, максимальная адаптивность. Они быстро умеют адаптироваться к среде, добавлять какие-то фишки, фичи и интегрироваться в новые тренды. Вы знаете, что крипта меняется настолько быстро, что успевать практически за ней невозможно. Нужно быть постоянно в тренде. Поэтому, если у вас быстрый, надежный, современный и популярный децентрализованный кошелек, такой как MetaMask, например, то вы будете уверены, что все функции будут добавлены. Ну, не все, но, по крайней мере, 80% всех функций будут в него уже добавлены. Я предлагаю уже перейти от теории к практике и посмотреть, как руками понятно быстро установить эти кошельки. Еще раз, я выбрал три кошелька. Начнем с Coinbase. Самый популярный, самый быстрый, самый адаптивный. Что я делаю? Я закажу в Google и ввожу просто Coinbase Wallet. Смотрите, здесь я вам дам небольшой совет, и он критически важен. Когда мы используем поисковик, то нам нужно обратить внимание на две вещи. Первая вещь. Видите, здесь написано Coinbase Wallet, и слева не стоит иконочка AD. То есть, это не является рекламой, которую за деньги Google вам показывает. Нам ни в коем случае не надо нажимать на такого рода иконки, потому что есть риск того, что за этой рекламой находится в машине. Поэтому мы смотрим, чтобы не было никакой рекламы. Смотрим на то, что окончили Дотком, и спокойно переходим. Совет номер два. Смотрите, когда вы зашли, здесь должен быть замочек, слева вверху. Это указывает на то, что соединение безопасное. Если замочка нет, или он открыт, или горит что-то красное, немедленно уходите с этого сайта. Скорее всего, вы попали на сайт мошенников, которые хотят просто у вас угнать деньги. Немедленно уходим, начинаем заново и ищем тот сайт, где есть замочек. Итак, мы попали на наш сайт. Смотрим Coinbase Wallet. Нажимаем «Загрузить Coinbase Wallet». Сейчас пойдет загрузка. Вы видите, что открылось окно extension. То есть, нам браузер предлагает добавить в промо кошелек. Мы добавляем. Итак, мы загрузили кошелек. Смотрите, где он находится. Вот здесь в расширении Coinbase Wallet. Мы сделаем такую галочку PIN. Это значит, что всегда кошелек будет отражаться и не будет пропадать. Нажимаем на него. И он говорит, создать новый кошелек или у меня уже есть кошелек. Нам нужен новый кошелек. Нажимаем. И он просит нам создать имя. Дать имя этому кошельку. Давайте назовем это Антон. И дальше самое важное. Сейчас кошелек даст нам фразы. Даст нам 12 фраз. Слов. Их нужно сохранить. Обязательно. Причем сохранить так, чтобы доступ к этим фразам был только у вас. С этими фразами любой человек может получить доступ к вашим деньгам. Это как пароль от вашего банковского счета. Как пароль от вашей карты. Поэтому мы их сохраняем в безопасное место. Лучше всего использовать специальное хранилище, где данные будут находиться в безопасности. Например, программа KeyPass. Сегодня я покажу вам эти данные. Покажу, как выглядят слова. Кошелек я использовать не буду. Он будет пустой. Поэтому я вам показываю. Но для себя, когда будете устанавливать, ни в коем случае эти слова никому не показывайте. Итак, у нас есть слова. Я нажимаю сохранить. Для простоты, чтобы вы видели, я согружу это сразу в Word. В Word хранить их не надо. Самое лучшее, с моей точки зрения, это переписать в записную книжку, убрать ее в сейф. И также хранить в каком-нибудь хранилище, где никто, кроме вас, туда не попадет. Итак, нажимаем галочку, где написано, что я понимаю, что я потеряю возможность зайти в свой кошелек, получить доступ к своим деньгам, если я потеряю эти фразы. Нажимаем continue. И дальше, чтобы проверить, что мы действительно поняли, кошелек просит нас дать первое слово и потом самое последнее. Первое слово у нас property. Мы нажимаем property. Последнее слово у нас flame. Нажимаем flame. После этого говорим да. И мы попали в кошелек. Нас пропустили. Наконец-то дождались. Чтобы каждый раз эти 12 слов не вводить, потому что это утомительно. Нам предлагают возможность сдать пароль. Просто придумать пароль. Пароль должен быть сложным. То есть мы можем воспользоваться таким вещем, как password generator. Нам будет случайным образом сгенерирован пароль. Видите, strong random password generator. Вы можете взять отсюда, вы можете придумать его сами. Лучше всего придумать самим. Но пароль должен быть сложным. Итак, из 16 слов. Я нажимаю generate. Вот. Нам выдал некий пароль. Я его записал здесь, чтобы вам показать. Итак, он нам просит ввестить и введить пароль. Я ввожу пароль. Видите, появляется надпись very strong. То есть очень надежный пароль. Нам такое и нужно. После этого я соглашаюсь со всем и нажимаю submit. Он недолго думает. И поздравляю, у нас есть кошелек. Все так просто. Теперь вопрос. Как сюда, собственно, деньги заводить. Есть кнопка добавить крипто. Нажимаем добавить крипто. И он предлагает ввести нам деньги через Coinbase Pay либо перевести с другого кошелька. Допустим, у нас есть кошелек на Binance. Мы из Binance можем перевести сюда. У нас есть два типа адреса. Есть адрес так называемой сети эфира Binance Algorand и адрес сети Solana. Давайте посмотрим, существует ли наш кошелек или нет. Как мы это можем увидеть? В начале видео я говорил о том, что все децентрализованные кошельки, любое действие с этим кошельком, автоматом идет в блокчейне. Поэтому, как только мы создали кошелек, он уже автоматом должен был отразиться в блокчейне. Давайте посмотрим, как проверить кошелек. Я ввожу в поисковике Ethereum Scanner. Вот он нам подает без всякой рекламы. Это Scan.io. Это, собственно, доступ к сети блокчейна эфира. То есть все, что происходит в эфире, на этом сайте автоматом в режиме онлайн отражается. Мы копируем наш кошелек, вводим адрес такой длинный, нажимаем поиск. Вы видите, что наш кошелек отражается в системе эфира. Вот адрес. Никаких транзакций нет, естественно, потому что он только что создан. Еще раз, да, кошелек полностью прозрачен. Блокчейн создан для того, чтобы мы видели все, каждый кошелек, сколько там денег, сколько чего, но не видим, кто за ним стоит. Поэтому все это безопасно, все это анонимно. Есть только у нас адреса. Мы проверяем, когда деньги к вам пойдут, вы увидите здесь. Все транзакции, выводы, приходы, дропы, NFT-шки, все будет отражаться в сканере и в той сети, в которой вы работаете. Итак, мы познакомились с самым популярным кошельком, подробно, пошагово установили его, теперь мы им пользуемся. И пришло время перейти в кошельку номер 2 к MetaMask. Итак, второй кошелек, MetaMask, это мой самый любимый кошелек. Он занимает номер 2 по популярности. Coinbase популярнее, но я его использую с 2017 года, как только начал погружаться в этот удивительный и интересный мир крипты. Тогда вообще не было Coinbase кошельков. Тогда вообще, в принципе, было очень мало кошельков, но MetaMask был, работал отлично, работал и сейчас. Мы вбиваем MetaMask по скорике. Выходит у нас страница с MetaMask. Смотрим опять, важно, что нет иконки рекламы. Нажимаем загрузить. Он нам предлагает разные браузеры на выбор. ROM, Firefox, Brave. Я использую ROM. Смотрим сразу, что у нас есть замочек слева вверху. Это важно, что мы находимся не на сайте мошенников. Нажимаем ROM. Нас отправляет на страницу загрузки приложения. Мы добавляем в ROM. Сейчас пойдет загрузка. Итак, у нас загрузился кошелек. Находится он тоже под таким пазлом. Мы нажимаем булавку, приколоть. У нас появляется красивая мордочка лисы справа. Мы нажимаем на нее. Нам говорят, добро пожаловать в MetaMask. Ура! Сначала работы. И дальше нас опять спрашивают, вы впервые в MetaMask? Нет, у меня уже есть секретная фраза. Мы знаем, что такое секретная фраза. Этот путь нужен тогда, когда нам нужно импортировать кошелек. То есть свой старый кошелек установить. Так как кошелька у нас нет, мы нажимаем да. Давайте настроим создать кошелек. Опять нужен пароль. Начинаем с пароля. Можем воспользоваться этим сайтом генерации пароля. Давайте изгонируем его здесь. Вот он выдал такой пароль. Я запишу его здесь. Я его использовать не буду. Так же, как я не буду использовать именно этот кошелек. Я исключительно для ознакомления его здесь вам показываю. Потому что мои кошельки, там ситфразы, они находятся в безопасности. Никто, кроме меня, эти ситфразы не знает. Создали пароль. Двигаемся дальше. Нам предлагают посмотреть видео, как мы защитим кошелек. Посмотрите потом. Дальше секретные фразы для восстановления. Видите, вам их даже не хотят показывать. Никогда не разглашайте секретную фразу для восстановления. Любой, у кого она есть, может забрать ваши эфиры навсегда. Это правда. Я показываю, как это выглядит. Копирую их сюда. Нажимаю далее. И дальше он мне говорит, теперь подтверди секретную фразу для восстановления. Я должен восстановить фразы, как они были. У меня они есть. Первый идет toddler. Дальше notice. Toddler. Notice. Потом идет son. Robot. Потом lava. Jar. Потом dot. Print. После этого method. Jaguar. В конце civil и belt. Civil, belt. То есть видите, я по очереди все 12 слов вбил. И мне он нажимает подтвердить. Я подтверждаю. И про. Поздравляем. Пароль. Пароли все правильно. Слова все правильно. Кошелек у нас есть. Вот мы попали в окошко кошелька. Через лисичку мы видим это также здесь. У нас ноль эфиров. Адрес также копируем. Идем в сканер. Сканер ходить не обязательно. Я показываю вам, что этот кошелек действительно существует. Что в данную секунду в огромной сети эфира кошелек был создан. Об этом знает Теревизмир. Он полностью прозрачен. Вы можете любой кошелек в мире взять. Если вы знаете адрес. Зайти и посмотреть сколько денег там находится. Какие-то деньги. Какие монеты. Еще раз. Блокчейн он прозрачен. Абсолютно. Единственное, что вы не знаете, кто находится за этим кошельком. Как его зовут. Где он живет. Какая у него профессия. Какой возраст. Ничего. Только вот этот вот длинный адрес. Как надо мобильно. Папе пришлось. Итак, вот наш адрес. 0 эфира, 0 долларов. Здесь ничего нет. Потому что кошелек только что создан. Вы можете работать с этим кошельком. Добавлять любые туда сети. Вы можете добавить туда сеть Binance, сеть Avalanche. Добавить туда любые монетки, тезеры, эфиры, NFT. Все что угодно. Кошелек создан и готов к использованию. Опять-таки, если вы хотите получить деньги. Копируйте адрес. Отправляйте человеку. Говорите, что это сеть эфира. И он вам будет переводить уже по сети эфира. Как только деньги он отправит. Здесь вы увидите, что деньги отправлены. И как в этот момент они будут получены. Все. Все очень просто. Пользуйтесь на здоровье MetaMask. Переходим дальше. Переходим к телефону TrustWallet. Самый популярный кошелек, децентрализованный для мобильных приложений. Кошелек TrustWallet мы можем загрузить только на мобильном приложении. То есть, его не существует в браузере. Это может быть либо Android, либо, собственно, Apple. У меня Apple iPhone. Я захожу в магазин и прямо пишу TrustWallet. Вот он выходит первое. Нажимаю. Вот выглядит как белый фон, синий щит. Вот обезьянки. Нажимаю загрузить. Он загружается. Нажимаю открыть. Попадаем в кошелек. И опять все то же самое. Он нас спрашивает, есть у нас кошелек или нет. У нас кошелька нет. Мы нажимаем создать новый кошелек. Соглашаемся со всеми паролями. И дальше он начинает нам говорить о безопасности. Все кошельки говорят о безопасности. Почему? Потому что люди потеряли миллионы, сотни миллионов долларов в том, что они просто не запомнили пароли. Мой знакомый он потерял 6 миллионов долларов, потому что ему в далеком 2015-2016 году заплатили биткоинами. Не было у человека долларов или рублей. Он сохранил на компьютере. Компьютер через два года пришел в негодность. Компьютер он выкинул. Доступа к биткоинам нет. И он до сих пор кусает лоб. Поэтому с сид фразами очень предельно всегда аккуратно. Ничего себе! Итак, я соглашаюсь со всем. Я понимаю, что это критично важно. И дальше вы видите, что он опять предлагает мне запомнить сид фразы. С сид фразы мы записываем, сохраняем в безопасном месте. Видите, написано. Don't share your secret phrase phrase. То есть ни с кем не делитесь этой фразой. Здесь вы ее видите, потому что, еще раз, это обучающее. Этот кошелек я использовать не буду. Итак, я скопировал для себя. Нажимаю продолжить. И он просит меня верифицировать эту фразу. То есть ввести по порядку каждое слово. Итак, я ввожу первое слово below. Второе слово часть. Третье слово century. Следующее слово. Сохранить. Wire, humble, mixture, size, country, degree, form, extra. Нажимаю продолжить. И он говорит, ура! У вас кошелек создан. Теперь вы видите на экране, что я могу отправлять, получать, покупать, менять. У меня отдельно есть токены. Отдельно есть доступ к напишкам. TrustWallet говорит о том, что ему доступно до 1 миллиона различных пар для торговли токенами. Как получать деньги? Нажимаем получить. Receive. Допустим, нам нужно получить тезеры. Доллары цифровые. Я ввожу в USDT. Видите, здесь есть две сети. Есть тезер OERC20. Что такое аббревиатура непонятная. IRC – это значит эфир. То есть тезеры полетят с сети эфира. Что это такое? Мы видели с вами, как работает вот этот сканер. То есть все отражается напрямую. Если выберем TRC – это значит система Tron. Сеть Tron пойдет по трону. Обязательно указывайте, какая сеть для получения. То есть если вы получаете деньги, скажите, пришли мне деньги по трону, то есть доллары, патроны, или перешли мне доллары по эфиру. Нажимаете доллары, получаете адрес, копируете, отправляете человеку и он получает. Либо отправляете ему просто через шеринг, отправляете ему QR-код. Все предельно просто, быстро, удобно. Теперь этот кошелек у меня на телефоне. Спасибо вам! Итак, бонус, о котором я говорил в начале видео. Какие кошельки не брать? Не все кошельки одинаково полезны. Не все кошельки одинаково безопасны. Их появляется каждый день по несколько штук. Их печатают с огромной скоростью. Кто-то просто копирует код. Весь код он, в принципе, открыт. Поэтому ребята просто берут, дают другое название и предлагают вам загрузить. Если вам предлагают загрузить кошелек, который вы не знаете, который вы не понимаете, откуда он взялся, который хоть и выглядит красиво, но при этом непонятно, что это такое, не загружайте. То есть есть Coinbase, есть MetaMask, есть Trust Wallet. Его, в принципе, достаточно практически для всего. Есть другие сети, а там есть Solano, где отдельные кошельки. Но даже через Coinbase можно пользоваться сетью Solano. Сначала сделайте обязательно research. Посмотрите, откуда идет кошелек, что за команда, какие у него пользователи, какие отзывы. И только после этого устанавливайте. Когда установили, отправьте туда 5 долларов, 3 доллара. Посмотрите, как работает. Никогда не отправляйте большие суммы. Деньги уведут. Если вы будете не насторожены. В крипте, как я всегда говорил, всегда хотят вас кинуть. Исходите из этого. Исходите из того, как меня могут кинуть, где меня могут кинуть, как я себя должен защитить. Есть известные кошельки, популярные кошельки, которым пользуются больше миллиона пользователей. Эфиром, кошельком эфиром пользуются 70 миллионов людей в мире. Другими кошельками пользуются еще больше людей. Нужно брать тот кошелек, который а понятно, от какой команды идет, б им пользуются уже достаточно количество людей. С, у него есть понятные, вменяемые, реальные отзывы. Не боты, которые пишут о-о-о-сом, о-о-о кошелек, а реально. Кошелек такой, плюсы такие, минусы такие. После этого вы заходите, делаете небольшие транзакции, смотрите, как работает. Мошенники не дремлют, они создают фейковые кошельки. Через эти кошельки могут увезти ваши деньги. Будьте предельно аккуратны.